Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, читатели портала «Аргументы и факты Украины». Сегодня в гостях Анита Луценко. Здравствуйте, Анит. Здравствуйте. Ну вот прошли новогодние праздники. Весь народ ел, 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 пил, 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 пил. И теперь все говорят одним желанием. Что же делать дальше? Как же убрать оливье? И не только оливье. Сразу скажу, что я исключительно за то, чтобы на праздниках кушать оливье. Кушать шпроты и красную икру на бутерброде с маслом. Потому что не так страшно, это когда ты делаешь раз, два, три раза в год, чем когда ты делаешь это ежедневно. Так сказать, те, кто были хорошими девочками и мальчиками весь год, имеют полное право на то, чтобы периодически объедаться. Ну как это периодически? Раз в неделю, раз в месяц, раз в год? Я бы сказала раз в день, но чуть-чуть. Да, то есть, если ты целый день кушаешь все правильно и раз в день себе что-то позволишь совсем маленькое, да, то ничего страшного не произойдет с тобой. Поэтому важна именно вот эта вот дозировка. Да, пускай раз в год, но прям вот два дня, да, там... На два дня не получается, неделю, наверное, люди едят. Ну да, да, к сожалению, да, но в принципе достаточно два дня на то, чтобы первое, второе января... Кстати, очень смешно всегда все начинают свой, как там, загадывают желание с нового года, с первого января я начну новую жизнь. Но все начинают новую жизнь одинаково, с утра, оливье, шума и все такое. Такой парадокс, смешно. Хорошо, и вот все же, как эффективно восстановить форму после праздников? После праздников. Если восстановить форму, знаете, те, кому нужно восстановить форму, кто и так в хорошей форме и, как я уже говорю, поел два дня или недели, ничего страшного, с телом за это время не произойдет. Но те, у кого и так не было формы, и тут актуальнее вопрос, да, как же все-таки прийти в свою форму. То есть, это опять-таки про тех же людей, которые оливье ели не только на Новый год. Вот. Как прийти? Первое, что бы я делала, это я бы, конечно, начала записывать все, что я съедаю за день. Это, ну, не удивляетесь. Конспектировать, да. Конспектировать, и это удивительная вещь, потому что ты не запоминаешь, что ты за день съедаешь. Там кусочек сыра, опять кусочек сыра, здесь кусочек хлебушка, здесь яблочко, да, причем люди, как правило, яблочко и что-нибудь, не знаю, овсянку забывают записать, потому что это же хорошая продукция. Поэтому вроде как и вообще даже не считается, но нет, это и есть хорошая еда, которую нужно кушать и которую нужно учитывать. Вот записывание, это просто магическое действие имеет. Два дня записываешь, все, ты все начинаешь понимать. Твое тело полностью соответствует тому, что ты ешь, и всегда по людям видно, что они едят. По вам тоже. Да, 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 я знаю, что мне видно, что я ем. Я с этим борюсь. Хорошо, вот еще тут есть такая интересная книга. Ваша книга, которую пишите с Светланой Фуз. Да. Что это за книга, что это за такая красота, которую просто у нас 72 листа вопросов, где эта книга, когда она появится, о чем книга. Я немножко раньше сделала анонс, наверное, не надо было этого делать, но у меня действительно был вопрос в том, как же назвать ее, и это прям дилемма, и на данный момент она не решена. Я думаю, что буквально завтра, послезавтра она появится у меня уже, видев в напечатанном таком предварительном, я думаю, что может быть я ее увижу и наконец-то назову. Это книга о том, что объединились диетолог и тренер, потому что, как правило, тренеры, возможно, не владеют всей информацией о питании, либо владеют какой-то одинаковой информацией, которую черпают на каких-то фитнес-порталах. Диетологи, в свою очередь, знают что-то о физкультуре, но двигайтесь больше, ходите больше. Со Стасанной Фуз мы решили объединиться, и книга состоит из двух частей, и из фитнеса, из тренировок, и из питания, информации о питании. И, грубо говоря, мы развеиваем мифы, которые устоялись уже в нашем интернет-пространстве, в СМИ, в журналах, диеты. Мы рассказываем, как можно все-таки не сидеть на диете, рассказываем, почему это срабатывает, и главная мысль в том, что, когда ты кушаешь, что ты худеешь, но важно, что. Поэтому скоро, очень скоро, уже прям вот, вот уже вот-вот, я уже сама так сильно ее хочу, что уже не могу, уже хочу ее всем подарить и сама читать. И мне, и мне. Да, в процессе уже вот на завершающем этапе. Хорошо, где надо будет продаваться, как ее можно будет купить, когда появится книжка, все же появится. Я думаю, что во всех интернет-магазинах и стандартных книжных магазинах. Супер, все ждем, я тоже хочу посмотреть на это произведение вашего творчества. Очень красиво. Занна Фуз. Ну, еще такой общий опрос по поводу вашей вот супер-пупер-мега-крутой программы «Воу Боли». Расскажите, вот я не знаю, что это такое. Я человек... Вы не знаете, что это такое. Я вот не знаю, ну, сори за мою вот неграмотность. Для меня вот, что я понял, о чем программа, как она работает, для чего она вообще нужна, мне, например, этот мужчине. Программа создана для женщин, пока что. И у нас программа, знаете, у нас тоже была цель объяснить людям, что худеть, это не означает сидеть на диете. Худеть, это не означает ходить в тренажерный зал по 2-3 часа. Наш контингент, наши люди, которые вместе с нами, это те, у кого есть 20-30 минут в день, у которых, возможно, рядом ползает ребенок, но у нее есть время, да, на себя вот там, как-то поправляя ребенка, быстренько поприседать, поотжиматься. И у нас есть меню на целый день. То есть тебе не нужно задумываться, что же необходимо приготовить завтра, послезавтра. При этом схема проста, ты можешь заменять какие-то продукты, которые нравятся, не нравятся. И в первую очередь наша программа, которая называется Вау Боди, она о том, чтобы научить человека, а не поставить его в зависимость от нас. То есть к концу третьего уровня, программа состоит из трех уровней, три месяца, и к концу третьего уровня человек полностью понимает, как ему необходимо питаться, что делать, от чего у него эффект есть, от чего нет. Человек понимает, что если он вечером выпил кефир, а с утра у него плюс на весах, то это означает, что что-то, значит, кефир это не его. Да, то есть у нас обучающая программа, которая выводит человека в правильные мысли и правильное восприятие жизни. И что нам больше всего нравится с моей партнершей Юлей, тренером, которая была тренером Веры Брежневой, пока жила в Украине, нам нравится, что люди присылают, когда свои письма, они пишут о том, что у них поменялась жизнь, они стали по-другому смотреть на свои отношения, на свою работу, видеть что-то позитивное в жизни, да, поэтому мы, конечно же, вкладываем в эту программу похудение чуть больше, чем просто работу с телом. Это работает с телом и с душой. Ну, надеюсь, что так, очень надеюсь, что не только тело меняется. То есть три уровня, то есть три месяца, будет ли какой-то там супер уровень для продвинутых пользователей своего дела? Супер уровень, да, в следующие тоже уже записали видео, но тоже программа еще в разработке. Мы, наверное, такие, знаете, нехорошие варианты, это когда мы перфекционисты и мы не хотим выпускать что-то, что такое себе, поэтому ковыряем, ковыряем, исправляем и... Выглаживаете... Выглаживаем, да, но пока что есть мой инстаграм, есть мой фейсбук, где можно почерпнуть кучу упражнений, которые достаточно сложные. И скоро, кстати, начинаем 14 дней без сахара. Пять, по-моему. Знаете, я всегда делаю что-то, что мне в данный момент тоже нужно. Я понимаю, что если... О, вот мне уже пора бы без сахара побыть две недельки, и не только без сахара, в идеале и без кофе. Наверное, Надя, нет, не последний это был мой кофе только что. Вот, еще чуть-чуть потяну начало, да. Но очень хочется, чтобы и от кофе тоже люди потихонечку отвыкали, и я в том числе тоже. Без кофе это плохо? Хотя бы один раз в день? Ну, раз в день ничего страшного, но согласитесь, что это уже в каком-то роде зависимость, да. То есть, такого количества кофеен нету, наверное, ни в одной стране мира, как у нас. Ну, согласны? Переездные, я к вам зашла, да, сразу ухода кофе. То есть, везде-везде кофе у нас. Ухода кофе, но это же кофе везде кофе. Да, если кому-то говоришь, что попробую отказаться от кофе, то реакция какая будет? Не-не-не-не, нет, слушайте, кофе это радость моей жизни, и я не собираюсь от этого отказываться. Но если ты от чего-то не можешь отказаться в своей жизни, то, наверное, у тебя от этого есть зависимость. А я, например, не хочу в своей жизни зависимости, да. Она есть, эта зависимость, но я бы с удовольствием от нее отказалась, потому что не хочу, чтобы что-то влияло на мою жизнь так сильно, что я прям вот не выпила и прям в жизни не удалась. Спасибо, Нина. Вчередем вопросов, вопросов очень много. Просто люди хотят слушать активные вопросы. Заранее предупреждаю, мы на все не успеем, или товарищи наши зрители, читатели, слушатели, вопросов просто дали неимоверное количество, на что успеем, на то Анита нас ответит. Давайте, я буду, я обычно многословно, но я постараюсь быть. Это просто довольно-таки разные, повторения, не повторения, но будем больше. Первый вопрос, Оксана. Добрый день, Анита. Ведете ли вы сейчас групповые тренировки? Если да, то в каком клубе? Хотелось бы попробовать у вас тренироваться. Занимайте тренировками слегка за 40. Слегка за 40 не считаю дамами, считаю девушками. Нет, групповых тренировок я не провожу, причем уже давно, уже, наверное, лет 7. И, ну, вот так. На данный момент моя работа, она онлайн, она с программой. Круглосуточно я отвечаю на вопросы, работаем, дорабатываем. То есть я постаралась вывести свою работу пока что в такое русло. Но периодически где-то мы делаем... Мастер-классы. Какие-то мастер-классы делаем. Вот сейчас там фитнес-тур собираемся ехать на неделю, да, то есть вот такие какие-то возможности есть. А что такое фитнес-тур? Фитнес-тур это три тренировки в день. Правильно говоря, так, да? Нет, 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 мы едем, в ближайшее время едем в Египет. Просыпаемся в 6.30 утра, пробежка, йога, потом завтрак с полным контролем. Все проходят, кто положил себе что на тарелку, кто оштрафован, тот оштрафован. Личные беседы с каждым, у кого болит колено, у кого проблемы с поясницей, у кого там с головой нужно поработать, да, то есть такие моменты. Активный день, тренировки, танцы, силовые тренировки. В общем, это такая, это неделя жизни, которая полностью переключает тебя на правильный настрой по жизни. И, как правило, у нас там в фитнес-туре за неделю люди худеют, например, на 5 килограммов, и после фитнес-тура худеют еще на 10-15 килограммов. То есть такое, тынь, такой классный посыл. Это марафон такой. Ну, это жестко, это нелегко. Я часто слышу, как кто-то приезжает из фитнес-туров и рассказывает, «Хе-хей, мы там пили вино, гуляли, тренировки, ой, ну там распало несколько тренировок». Нет, это не про наш вариант. У нас все не так. Все жестко. К сожалению. А в связи с тем, что последний раз фитнес-тур у нас был год назад, в связи с моей беременностью, родами, то ой, как я соскучилась. Спасибо. Следующий вопрос от Ирины. Здравствуйте. Успешно прошла ваш марафон 14 дней без сладкого. Мотивировала себя на правильное питание. Казахстан сахара, растительных жиров. Добавила тренировки ежедневные по 45 минут. В итоге за 3 месяца 13 килограмм. Но вместе с ними и ушли ИКД. Критические дни. Что? Критические дни. А, я в растерянстве. Врачу обращалась, рекомендую гормоны. С здоровьем все. Двое детей, не знаю, как наладить процесс. Что бы вы могли бы посоветовать и вернуть КД? Ну, женский вопрос. Когда в теле становится процент жира меньше, чем 13% у женщины, то у нее останавливается процесс месячный. Поэтому необходимо вернуть жир в свой рацион. Хороший жир – это авокадо, это рыба, красная – это льняные семечки обязательно. Все время в каждый салат везде бросать. Это сливочное масло, это сметана, это растительное масло. Вы почему-то сказали, что убрали, но не надо их убирать. То есть не должно быть подсолнечного масла, например, много, на котором вы жарите. Но оливковое масло должно быть обязательно. То есть это обязательно условие, когда женщина нормально выглядит. То есть жир в рационе обязательно должен быть. Попробуйте через это пойти. Спасибо большое за ответы Ирине. Следующий лагерь похудения, вы нам рассказали уже, который будет в Египте проходить марафон. Кстати, у нас осталось 4 места, поэтому я как это знаю. 4 места. 5. Или 2 или 5. 4 места осталось, да. Так что ждем, кто же все-таки будет еще. Кто будет тем счастливчиком. Да. Вопрос от Ирины. Какое питание и упражнение подходит, если вес и параметры практически устраивают? Хочется подтянуть все тело и оставить грудь? Ой, грудь такая штука. Грудь это жировая ткань, поэтому когда ты худеешь и хочешь сбросить с попы жир, то будь готов к тому, что грудь тоже потеряет свою упругость. Что делать? Это опять-таки рацион питания должен быть не меньше, чем калорий на 1800. То есть это достаточно много, это 3 полноценных приема пищи. Это обязательно должен быть белок в рационе, творог, яйца, курица, рыба, мясо, печень. То есть это то, что должно за день 2 раза вы 100% должны скушать что-то из этих продуктов. Безусловно, должны быть углеводы. Это каши, каши, хлеб. Боже мой, что еще? Хлеб, хлебцы, макароны. Да, это тоже то, что должно быть в рационе. Если ты не хочешь худеть, а хочешь качество своего тела поддержать, сделать его упругим, то тренировки 3-2 раза в неделю и питание. Это поможет держать в таком правильном, хорошем состоянии. Ну и кроме того, кушать и получать удовольствие от жизни, еще и на сладенькое. Имеете полное право. То есть получается, что девушки худеют, и худеют первое причем грудь у всех стандартно? Нет, это так кажется. Так кажется, да? Да. Со стороны, будешь в свой взгляд, да? Это то, что самое большее сожаление вызывает грудь, поэтому все остальное это ради бога. Плечи, худеете, руки, живот, что-то. По поводу всего остального мы радуемся, а по поводу груди не радуемся. Поэтому худеют все-таки сверху вниз, скорее всего. Даже не сверху вниз худеют. Ну, даже не сверху вниз, даже те, у кого, например, тип яблока, у кого живот большой, и мужчины тоже, то у них в первую очередь, конечно, худеет живот. Но этого может быть не совсем заметно, потому что сначала худеет жир, который внутри, да, он называется висцеральный, это тот жир, который окружает наши органы. Он самый вредный для организма. Организм действительно болеет, так сказать, вот этим жиром. Он отражается нехорошо, поэтому, когда организм начинает терять, то он в первую очередь теряет этот жир, который внутренний, который самый-самый вредный. Только потом переходит к вот этому подкожному жиру, который нам важен с точки зрения эстетики. Организму наша эстетика не особо-то важна, ему бы здоровым быть. Вот, поэтому грудь, ухаживать за грудью, кремы, кремы, пощипывание, хороший бюстгальтер, лип для тренировок, то есть не допускать того, чтобы во время тренировок было сотрясание воздуха. Да, и у мужчин тоже. Еще вопрос про фитнес-туры. Будет ли еще фитнес-туры в этом году, кроме этого? Пока что нету плана, но вернемся с первого, поймем, куда двинемся дальше. И вот тоже девушка Эрика спрашивает, есть ли возможность присоединиться к фитнес-туре, если я проживаю не в Украине, а в Великобритании? Да, я думаю, ребята-организаторы турагентства, я думаю, ответят на этот вопрос, если им... Там телефон указан на объявление, я думаю, что можно решить без проблем этот вопрос. Спасибо. Следующий вопрос от Марии. Интересный вопрос. Привет, Анита. Как жить, если женщина любит здоровую пищу и спорт, а муж вредную и не поправляется, зараза? Вот невозможно питаться порой, хочется все делать вместе, а он хочет пельменей. Ну что ж, дайте ему пельменей разочек. Мой мужчина тоже любит пельмени и вареники, поэтому тоже получает свои пельмени и вареники, но уже не со шкварками, как мечталось. Ну как, постепенно делать что-то вкусненькое, ни в коем случае не предлагать ему что-то без соли, все посолить, все красивенько. Дайте ему, переведите его на салаты, ну, допустим, сделайте макароны там с мясом совсем, а к этому свежий салат, да, а не чтобы все было такое прям зажаренное-пережаренное. Дайте ему картошку, ну, может быть, ее, как в Макдональдсе, да, там, по-селянски, если вы запечете картошку, то классно, вкусно, здорово, все там, полит чесночком, вы же согласитесь, правильно? Да, чесночком, да. Но все равно это получается здоровая, да, еда, то есть запеченный картофель, это не жареный картофель. А к этому что? Овощи, правильно, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть его и затянуть в своей сети. Ну, то есть, ну, в еду, а в спорт? Как затащить мужчину? Ну, спорт, ну, я бы сказала, что самец должен отвоевывать свою территорию, поэтому я не буду предлагать заставить его, конечно, ревновать, но это первое, что возникает, какая мысль возникает. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки, когда ты хорошо выглядишь, когда все время мужчина видит, что ты не только говоришь, а и делаешь, то возможно, а вот вы мужчина, да, вот что может мужчина сподвигнуть заняться собой? Кроме того, что он боится после 40 умереть, и чтобы у него все было, ну, правильно, мужчина же боятся, да, что... Не знаю, я не боюсь. Не боитесь? Ну, ладно, я знаю, что мужчина вообще боятся. Ну, может быть, это такое, опять-таки, мнение... Может, состояние здоровья ему доставить мужчину пойти в спортзал? Ну, вот я же говорю, да, состояние здоровья. Проблема со спиной, там, проблемы с ним-то еще, ну, то есть здоровье ему доставить мужчину пойти в спортзал. Короче, запугать его, дать ему парочку, наверное, каких-то информационных роликов о том, что происходит в организме мужчины после 40 и какие риски. Я же, знаете, я же надеюсь, что вас женщину-то послушаю. Не только женщины. Нет. Надеюсь, что я мужчина. Посмотрим, сделаю листику потом к концу просмотра. Вопрос от Юлии. Добрый день, Юлия. Следуя с вашим советом, а также других специалистов по ЗОЖ, я добилась прекрасающих результатов. 10 килограмм за 5 месяцев. Но у меня теперь обратная проблема. В приросте 173 я вешу теперь 58 килограмм. Как набрать еще пару килограмм здоровым путем? Или же это хорошее соотношение роста и веса? Занимаюсь йогой, балет, бар, танцами. Ну, знаете, всегда непонятно. Пока ты не увидишь фотографию, непонятно, у человека есть лишнее, нет лишнего. Кто-то может и 60 килограммов весить, но у него при этом будет красивая попа, да, там, тонкая талия. Кто-то при своих 60 килограммах, 58, может быть расплывшийся и там с плоской попой. Ну, то есть это важно видеть фотографию, и тогда понятно, что у человека, где необходимо подтянуть. Если есть ощущение, в принципе, что вас что-то не устраивает, значит, что-то не так. Да, все равно должно быть удовлетворение собой. Еще раз вопрос в чем? Вопрос... Как набрать еще пару килограмм здоровым путем? Здоровой едой. Ни в коем случае не начинать пересаживаться на печеньки, там, тортики и все такое. То есть все равно акцент сделать на каши, на макароны, на цельнозерновой хлеб. Да, вот таким образом добрать. И не нервничать. От нервов толстеют? Нет, худеют. Одни люди толстеют, потому что начинают заедать, а другие, наоборот, худеют, потому что, получается, от стрессовой ситуации, от недосыпа, от постоянного вот этого ускоренного сердцебиения появляется такой эффект, как будто ты все время на дорожке. Да, то есть у тебя ускоренное, учащенное, ты переживаешь, ты себе прокручиваешь что-то, и из-за этого такое истощение происходит моральное, и... Но это не означает, знаете, как этот муж изменяет, а подруга говорит, слушай, ты уже так похудела, муж изменяет. Она говорит, ой, слушай, еще буквально пару килограммчиков осталось, и все, и тогда уже буду с этим что-то делать. Вот, так что нервов такой вариант и похудеть, и вариант, который нужно исправить, да. Тоже вопрос повторяется много раз в нашем... То есть Света задает, каким образом можно подтянуть отбивший живот после двух родов, если упражнение на пресс противопоказанных имеют показания? Вопрос, получается, у нас операция у нас. Да, я бы... Я всегда говорю, что упражнение помпа, но если опять-таки разрешено, у меня в инстаграме есть это упражнение, и описано, как делать, что делать. Во-вторых, я бы, безусловно, пошла на массаж. Лично мне после родов, у меня был огромный живот, да, и потом и кесарево, то есть такое, ну, достаточно сложно его привести в норму было. Могу сказать, что каждый раз после массажа, после того, как я просила массажистку уделить именно этой зоне внимание, мы делали и баночный массаж. Массаж идеальный живот, просто вот ты встаешь, и ты сразу видишь эффект. Я бы отправила на массаж и скрабирование, вот что-то такое, попробовать применить, если нельзя упражнение. Но, опять-таки, очень часто говорят, что у меня живот, нельзя делать упражнения, но живот это всё-таки в большей мере сахар, белый хлеб, да, вот всё-таки, если в теле нету лишнего жира, то живота, скорее всего, тоже не будет, да, поэтому и обратить внимание на количество жира в своём рационе. Уйдёт лишний жир, уйдёт и живот, и проблема уже останется в коже, да, а не в самом объёме живота. Как вы, чем ещё вы после беременности исправляли свою фигуру, как говорят? Чем я не исправлялась. Давайте, по порядку, рассказывайте. Ой, ну чем, ну как обычно, как все. Тренажёрный зал, пробежки, кстати, пробежки тоже очень классно. Через сколько после рода вы начали восстанавливать? Я начала сразу, но это не пример. У меня всё хорошо, я хорошо чувствую своё тело, да, это редко, когда кто-то своё тело умеет, ну вот прям прочувствовать, вот здесь потянуло, ага, значит, нужно остановиться, здесь ногу опустило, потянуло, да, нужно паузу, здесь пробежалось и где-то что-то почувствовалось, нет, ну, да, это не самый хороший вариант. Если было кесарево, то всё-таки 3 месяца стоит подождать. После родов естественных 6 недель, полтора месяца стоит тоже подождать. Ежедневно упражнения вакуум, это 100%, это когда втягиваешь свой живот на выдохе, это вот просто без этого у меня не было ни одного дня. Ежедневно мочалка, я прошла курс из массажей, наверное, штук 10, может быть, даже больше тренировки, пресс я практически не качала, вот, собственно говоря, до сих пор я не особо сильно тренирую пресс. Это для того, чтобы живот, как бы, получается, и так стрессирован, да, вот у него был разрез, он спазмирован, и здесь важно, наоборот, растягивать. Именно не, да, именно тянуть, не опять их стрессировать и сбивать, а больше растягивать. Либо если покачал пресс, то опять-таки растянуть после этого. И очень часто, кстати, тоже есть девочки, ну, я смотрю там, да, в программе, присылают когда результаты свои, то мы каждому пишем с Юлей совет в конце программы, и очень часто фигура, это такой квадратик, нету талии, да. Вот в этом варианте важно не начать качать пресс и вот там пытаться сделать ту талию, а важно начать растягивать свои бока, тянуться, становиться, пытаться в мостик. Тогда талия проявится намного быстрее, чем если качать пресс. Очень интересно. Спасибо, это вопрос от Алевтины. Здравствуйте, Анита. Что мне делать? У меня очень худая фигура, но есть бока и живот. Как убрать бока и живот? За счет еды. Это тип яблока, когда крупный... Очень худая фигура. Я понимаю, но здесь важно что? Здесь важно исправить питание и при этом начать тренироваться для того, чтобы все это дело сбалансировать. Те, у кого живот, это означает, что они принимают алкоголь и едят сладкое. Те, скорее всего, девушка худая, поэтому она может себе позволить сладкое, может быть больше, чем положено. На человеке спортивном, на человеке, который со здоровым питанием дружит, по нему даже и нельзя сказать. У него тип фигуры груша. Вот у меня, например, я груша, у меня тяжелый низ, ноги, попа и все такое. Но глядя на меня, ты не можешь определить этого, потому что у меня все хорошо. И бедра нормальные, и талия есть. И что же я хотела сказать? Если, например, я груша, да, то у меня худенький верх. Да, у меня худеет там грудь, тоненькие ручки, пока, грубо говоря, дойдет до ног, там уже сверху все становится тонкое, а снизу все еще остается жир. Но это частая проблема для женщины, такой женский тип ожирения, поправления. Поэтому очень важно не на ноги переключаться и все время тренировать ноги, ноги, худеть, а важно верх тоже тренировать. Важно тоже спину тренировать, руки тренировать, для того, чтобы все было в балансе и, так сказать, идеальная фигура, и все равно песочные часы, когда и верх, и низ одинаковые. Поэтому с животом большими, тонкими ногами, это тренировать ноги, попу, руки и худеть за счет еды в животе. Вот про алкоголь, наверное, тоже тема такая, что алкоголь очень влияет, да, на... Да, алкоголь больше всего влияет на живот. То есть в алкоголе есть калории, которые очень быстро, как и сахар, поступают в нас и моментально дают свой эффект, помимо того, и дают эффект отечности. Да, просто Новый год, праздники, все такое, много алкоголя, много напитков разных. Знаете, я как кормящая мать, я вас не понимаю. Спасибо большое. Так вот, интересный вопрос, Татьяна пишет, как можно получить ваш автограф? Автограф, о боже, я не знаю, как его можно получить. Наверное, этот начну книги, наверное, подписывать, я так себе представляю. Автограф сессию сделать. Да, ну, я где-то часто, я часто где-то появляюсь среди людей, на какие-то встречи вчера, где на радио была. На радио, если бы, да. Да, я по гульверу ходила, поэтому я, мне кажется, очень часто среди людей бываю. Ну, как-нибудь этот, как-нибудь напишемся. Да, но я предпочитаю, у меня немножко автограф, это как-то странненько, но я все-таки не Барбара Стрейзен, а я предпочитаю лучше сфотографироваться. Селфи. Да, для меня это понятнее. Вопрос от Ольги. Ольга, 26, наверное, 26 лет. Они-то, добрый день, я 2 месяца занимаюсь в зале, вес уходит, объемы тоже, но стал явно заметнее и выраженнее целлюлит. В чем причина и что я делаю не так? Целлюлит – это тоже вопрос комплексный, безусловно, еда. Да, когда мы худеем, то нужно быть готовым к тому, что жир становится сначала такой дрябленький, а потом мягенький. Да, вот если из плотного этого он перешел вот в этот мягкий вариант, то да, может быть, целлюлит сильнее виден, но важно пережить этот момент. Если ты продолжаешь правильно питаться и заниматься, то все пройдет, все исчезнет, главное не останавливаться от таких моментов, пережить нужно. Кстати, кормление, да, вот там, кто думает заниматься, не заниматься, когда родили, в декрете, кормление – идеальный вариант избавиться от целлюлита, потому что ребенок как бы из тебя тоже вытягивает все твои запасы, которые, собственно говоря, природа в тебя закладывала, вот этот вот весь целлюлит, для того, чтобы ты могла выкормить ребенка, вот, собственно говоря, этот момент, когда ребенок сам вытягивает из тебя вот эти вот все запасы и идеальное время. Я могу сказать, что у меня такой идеальной кожи не было вообще никогда, вот как сейчас. То есть беременность красит женщин? Ну, надеюсь. По вам видно, что красит. Спасибо. Анастасия, а не тот раз, какой вид тонировок разрешен, если имеются проблемы со спиной и варикоз, а очень надо похудеть на 20 килограмм? Ну, в первую очередь, не делать акцент, опять-таки, на тренировке, а сделать акцент на еду. 20 килограмм можно элементарно сбросить и только за счет еды. Тренировки, безусловно, это пилатес и это плавание. Варикоз. Для варикоза хорошо плавание, потому что давление получается снаружи водой. Варикоз – это проблема с дыханием. Возможно, обратите внимание на дыхательные практики. Люди, у которых варикоз, не умеют дышать. Не умеют дышать животом. На вдох живот должен выходить снаружи. Давайте, кстати, сейчас попробуем. На вдох, да, он надувается, и на выдох он сдувается. Для многих это такой очень странный момент, и многие не могут его повторить, но вот если у вас варикоз, то вам следует научиться это делать. И, безусловно, пилатес с профессиональными хорошими тренерами, которые, слава богу, в Киеве у нас есть, решают любые проблемы со спиной. То есть это не приговор, если у тебя межпозвоночные грыжи, протрузии, ничего страшного в этом нету, потому что это все можно исправить за счет того, что ты просто научишься, тебя обучат, как правильно держать живот. Если у тебя больная спина, периодические боли, то, опять-таки, это означает, ты не умеешь дышать правильно, и ты не умеешь держать живот подтянутым все время. Не только, когда ты тренируешь пресс. Вот я сижу, и я ощущаю, как у меня живот немножечко подтянут. Это привычка, которую можно выработать абсолютно легко, вспоминая об этом в течение недели. Вот ты едешь за рулем, ты едешь в маршрутке, ты идешь, вот все время необходимо, так ты, не знаю, посмотрел на свои ногти, связь какую-то сделай, ногти-живот, ногти-живот. Да, и оп, подтянул. В течение недели будешь вспомнить об этом, выработается привычка, и потом ты уже не думаешь об этом. Он уже сам начинает подтягиваться. Это как, знаете, когда-то ортодонт рассказал мне о том, что язык на самом деле должен быть прижат все время сверху быть. У меня что-то было там с прикусом, да, и оказалось, что он у меня лежит внизу. Она мне сказала, давай все время держишь язык прижатый кверху, неделя. Неделя, и вот у меня полностью поменялась привычка, теперь язык всегда сверху. Да. Да, все меняется, все возможно. Все привычки, можно научиться организму. Да, интересно, очень интересно, что надо контролировать свой живот постоянно. Да-да-да. Тресс. Ну, как минимум можно посидеть, поконтролировать его, пока я тут. Так я уже контролирую. Да, пока я тут на вас смотрю. Уже на выдохе делай живот вперед. На вдохе. На вдохе? На вдохе живот вперед, надувается. Да, на вдохе. Так, перейдем к следующему вопросу, вот тоже такой интересный. Похудела, Елена, похудела на программе на 8 кг, была счастлива и сорвалась, набрала 6 обратно. Как избежать срыва? Срыва. Срыв происходит, происходит у всех, ежедневно причин миллион, но в моменте срыва важно сорваться и вернуться опять в исходное положение. Вот важно не затянуть срыв на неделю. Да, вот вы объелись, пускай там съели половину торта, еще всю ночь при этом ели, с утра проснулись, мучаетесь. И вот важно себе сказать, стоп, с этого момента я возвращаюсь в свою норму. Да, вот у нас как-то срыв связан с продолжительным срывом. Не может быть срыв коротенький. Вот вывести себя в коротенький срыв. Вот просто уметь себе сказать, стоп, я возвращаюсь в норму. И безусловно срыв происходит тогда, когда организм не получает достаточно витаминов, минералов, не получает достаточно еды. И, допустим, там один день забыла покушать, второй день забыла покушать, или забыла позавтракать, пообедать, пришла вечером, начала жрать. Да, то есть, когда происходит какой-то перекос, тут я не ела, тут я объелась. Да, вот если бы я ела-не ела, и все время хорошо, да и праздники. Праздники, тот же перекос, да. Да, праздники, безусловно, перекос. И, как правило, после праздников сорвался человек, что он делает? Ой, я посижу на кефире. Садится на кефир, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, опять оп, пуф, переводится. Потому что баланс, он должен быть посрединке, а не в одну-другую сторону, да, такой, говорят, эффект гармошки. Нажралась голодовка, нажралась голодовка. Вот надо вывести себя все время, ем-ем много, причем важно понять, что достаточно сложно съесть все, что нужно организму, вот на эти там 1600-1800-2000 калорий, это нормальная еда. Ты должен просто вот все время помнить, ой, мне надо позавтракать, ой, мне надо пообедать, ой, мне надо перекусить. Это сложно, и это много еды. А сколько раз в день нужно есть, чтобы понимать? Три приема пищи должно быть полноценных. Завтрак, обед, ужин. Обед самый плотный из всего. И, безусловно, перекусы или один, или два, кому как уже там удастся. Где-то пять раз в день нужно. Элементарно. Если один раз в день получается. Тогда будут проблемы с весом. Проблемы с весом. Тоже много вопросов дают, как вы пришли к тому, чтобы стать фитнес-тренером? Как так получилось? О чем мечтали в детстве и пришли? Не помню я, о чем я мечтала в детстве. Должна была. Я уже рассказывала не раз эту историю, что у меня вся семья юриста. И я тоже должна была стать юристом. Но в какой-то момент я просто поняла, что я не хочу заниматься разводами, дележом имущества, вытягиванием кого-то из тюрьмы. Я поняла, что я хочу общаться со здоровыми, счастливыми людьми. И поняла, что, как когда-то я прочла в книге, что если человек занимается своим любимым делом, пускай оно даже будет какое-то невысокооплачиваемое, но он, так сказать, со всей любовью к этому делу идет и энтузиазмом, то все равно он в какой-то момент начнет зарабатывать достаточно хорошо, потому что специалист в любом деле, да, это важное дело, профессионал. И если ты вот, если ты болеешь этим делом каждый день, то ты все равно станешь профессионалом. Поэтому я исключительно за то, чтобы люди занимались своим любимым делом и тогда были классными в своем деле, а не посредственным каком-то средненьком деле, которое им просто приносит деньги. Я знаю, что легко размышлять, но я прошла этот путь, да, то есть я могла быть учителем физкультуры, но я уверена, что если бы я была учителем физкультуры, то я тоже была бы классным учителем, да, и, возможно, не знаю, там, ну, да, то есть, потому что любовь к своему делу. Юристом, не знаю, как бы я была бы. Возможно, красноречивым, потому что когда была юристом, покупала книги о красноречии и ораторском мастерстве, думаю, тоже бы меня занесло куда-то интересно. Лекции читали. Ну, возможно. Спасибо. Следующий вопрос от Алены. Здравствуйте, Анита. Проблема сбросить лишние килограммы очень большая, масштабная. Также много уделяется внимания и помощи в решении этой проблемы. Хотел бы побольше, что делать тем, у кого вес нормальный или даже меньше нормы. Возраст бальзаковский. С чего начать свое преображение, если ты худой? Нужно начать делать силовые упражнения или набрать массу, а потом работать над телом. Как увеличить именно мышечную массу? Ну, мышечную массу невозможно увеличить, если начать заниматься. Поэтому необходимо, естественно, приступить к тренировкам. Возможно, это могут быть даже, как я всегда говорю, элементарно, 20 приседаний, 10 отжиманий, 20 раз на пресс подняться. Это уже начнет преобразовывать тело. И мышечная масса такая штука, она когда не используется нашим телом, то она атрофируется. Как только мы начинаем показывать мышцам, что они нам нужны, важны, и мы их используем, они начинают расти, но даже не расти, а укрепляться и быть в тонусе. Поэтому, безусловно, начать с тренировок, правильное питание, которое выведет в качественное тело. Не просто худое, при этом мягкое, с ферлюлитом, а вот именно качественное тело. Это тоже проблема. И проблема людей с большим весом, другие с маленьким весом. Все хотят привести тело в норму. Да. А какое понятие нормы? Вы имеете в виду, как это выглядит или что? Для меня норма – это когда ты смотришь в зеркало на себя и нравишься себе. Примерно это все равно будет у всех людей более или менее одинаково. Я категорически против дистрофичек. Да, то есть я не считаю, что это красиво, я не считаю, что это нравится мужчинам, а все мы хотим нравиться мужчинам, да. Поэтому для меня это талия, красивая попа, никакого этого шкелястых коленей, да, и каких-то худых ключиц. Но, тем не менее, не должно быть, наверное, целлюлита, потому что это показатель нездоровья, да, это означает, что у тебя в теле там немножко переизбыток, да, этого жира. Опять-таки, почему худые бывают с целлюлитом? Потому что тоже они едят мало, но едят какую-то или вкусняшечку, или что-то жирненькое, или сырочек, да, то есть слишком много жира в рационе. Либо когда у тебя висят бока, это тоже некрасиво. Ну, мне кажется, что все-таки какой-то ориентир, наверное, это талия, бедра и красивое тело. А мужская фигура норма? В норме какая должна быть? По моему мнению? По вашему мнению, да. По вашему мнению, конечно. Ну, по моему, это, безусловно, красивый плоский живот, ни в коем случае не качок, да, который не может почесаться, который смотрит на себя все время в зеркало и все время заливается протеиновым коктейлем, тут вовремя спит для того, чтобы быть сильно красивым. Я за то, чтобы мужчина мог подтягиваться, отжиматься, пробежаться и пронести тебя на руках. Вот я за функциональное тело, которое можно применить в жизни, а не только, знаете, муа, муа, вот это, да. Многофункциональное у мужчин. Да. Вопрос от Алины. Здравствуйте, Анита. Подскажите, пожалуйста, есть ли расхождение прямых мышц живота оставляет два пальца? Считается ли это диастазом? И можно ли поступать к программе в убоде на три месяца? Если у вас уже двое деток и два пальца, то, в принципе, это более или менее норма. Вообще, полтора пальца – это норма, это ничего страшного, это считается, что уже сошлись мышцы живота. Нужно быть внимательными, и каждый раз, когда делаете упражнения, любое упражнение, приседания, отжимания, пресс, что угодно, важно сначала живот втянуть, а потом делать напряжение, для того, чтобы не спровоцировать какое-то там грыжа, что-то такое. Спасибо. И, наверное, последний вопрос, Яна. Стоит ли продолжать заниматься девушке, желающейся беременеть на групповых тренировках, или лучше на время прекратить? Два года неудачный попыток, раньше занималась постоянно, были или лечили гормональные сбои? Ну, считается, что, когда ты напрягаешься, да, действительно, там сложнее, наверное, прикрепиться к плоду, но, ну, не знаю, как показывает наша практика, вот у нас, например, на программе прям повально все беременеют, да, то есть, то ли зависит от того, что начинают правильно питаться, и гормональный фон устаканивается, но при этом занимаются, вот прям каждый день мы получаем письмо о том, что я забеременела, я забеременела, что делать? Такая, причем я тоже начала заниматься на нашей программе, я тоже забеременела, я не знаю, что это за магия такая, но, ну, тут, тут, наверное, какой-то свой уже выбор. Не знаю, не могу посоветовать, я бы, наверное, точнее, я занималась, да, и забеременела. Кто-то говорил мне, если хочешь забеременеть, ну, там, не занимайся, ну, не знаю. Каждый, индивидуально на каждом. Да, я думаю, что это личный выбор, и тут нету какого-то рецепта, это, наверное, такое, надо прислушаться, заниматься или нет. Групповые тренировки, не думаешь, там, суперсильно сложные, это там, это не со штангой 20 килограмм, вы присаживаетесь, приседаете. Вот, давайте какой-нибудь еще один вопрос, чтобы на позитивной ноте. На позитивной? Нет, вы уже отложились? Частный, темно, как тут опросов, у нас очень много опросов на позитивной ноте. Ну, опять-таки, диастаз. Вот, кстати, диастаз, частый вопрос. Да, очень частый диастаз. Я бы все-таки отправляла на Пилатес. С точки зрения посыла хорошего, ни в коем случае не реклама, есть девочки у нас в Киеве, которые обучались у мировых учителей по Пилатесу, и в Америке, и в Лондоне, где угодно. Это действительно волшебницы. Называется компания «Фитнес для тебя». Нужно забить его в гугле, и там высветятся. У них есть студия на Печерске, на Левом берегу и на Аполлоне. Вот я после своего Кесарева через буквально недельку или две поехала туда для того, чтобы не было застоев, не было спаек, и чтобы мне все исправили, все, что у меня там сдвинулось. То есть я считаю просто магическими девочек, и они решают вопрос диастаза. Это индивидуальная работа, над этим нужно работать, но тут, получается, либо пойти и зашить, это как бы простой способ, либо поработать над собой, и вам действительно все исправят. Поэтому я за профессионалов своего дела. Это можно исправить, но нужно быть готовым выложить за это и деньги, и время, и старания, усилия. И вообще на все, что угодно. Если готовы потратить усилия свои, то я считаю, что любой вопрос можно решить. Даже сиси можно не потерять, если все время с ними разговаривать, и думать о них, и холодной водичкой поливать, и все такое. От вас пожелания вашим девочкам, нашим читателям, вашим поклонникам? Вы знаете, простое пожелание, вот постараюсь вложить в него всю свою силу. Завтракайте, обедайте и ужинайте. В тот момент, когда вы начнете три раза в день кушать, в этот момент поменяется ваше отношение к телу, поменяется ваше тело, и многие вопросы вообще отпадут, потому что вы поймете, что чем больше хорошей еды вы съедаете, тем становитесь более классными, качественными, упругими, приятными. Поэтому я желаю всем, чтобы они вот так вот встали в одно утро какое-то и такие, блин, а хороша чертовка. Все. Громы, какие уж там к нам пришли. Спасибо за ваши ответы. Было очень приятно с вами познакомиться. Хорошего дня. До свидания. Спасибо.